Ничего не напоминает? Мы находимся в таком же паттерне прямо сейчас. Как думаете, что произойдет дальше? Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и у меня есть вопрос. Накапливаете ли вы Ripple XRP прямо сейчас в этот момент? За последние 30 дней Chainlink, VeChain и Cardano выросли на 70-100%, а Ripple всего лишь на 5. Я нахожусь на этом рынке уже так давно, что успел заметить, что Ripple всегда реагирует с небольшим опозданием. Это заметил известный Ripple-любитель Bearable Bull. Это оттеснение Ripple другими альткоинами, получающими сейчас прибыль, пишет он. XRP всегда смеется последним и смеется больше и сильнее остальных. 2017 и 2020 годы сейчас очень похожи. Решение ODL, ликвидность по требованию от Ripple, уже работает с евро, долларом США, австралийским долларом, мексиканской и филиппинской валютами. Рынок ODL в перспективе может охватить 30 триллионов долларов. Это очень большой рынок. Редактор субтитров Альткоин, ликвидность по триллионов долларов. Редактор субтитров Альткоин, ликвидность по триллионов долларов. Альткоин, ликвидности по триллионов долларов. Тридцать триллионов долларов, ребята! С такой суммой потенциально может связаться Ripple XRP с помощью своего сервиса ODL. Это просто грандиозно! На встрече Глена Хатчинсона, Джея Клейтона и Гэри Кона намекнули на XRP. Если что, это очень серьезные фигуры. Первый является американским бизнесменом и инвестором. Второй руководит комиссией по ценным бумагам и биржам США. И последний, Гэри Конн, играет ключевую роль в банке Goldman Sachs. can we use the Internet to move anything of value at the speed of light at no cost the way we've done all those other things that we've done? And to do that, we have to have a regulatory framework, Gary suggesting, that can keep up with that rather than try to fit that new paradigm into an old regulatory paradigm. But also, we need to recognize that we have to adopt a technological leap forward, because the reason why the Chinese in particular, as I've invested in some of these Chinese payment modalities as well, were able to do this is because they didn't have the payment, their credit card system with which to contend. It wasn't there, so they could go right to, it's like they skipped over landlines and went right to cellular, and a whole bunch of reasons why. So they're now, even without fundamental technological innovation, the cost of payments in China is about 30% to 40% of what it is in the United States. Look, the message I'm receiving from you is safety and soundness, transparency, investor protection, all very important. KYC, AML, auditory, all important. Don't give up on those, but those can all happen in the digital world. The technology exists. They act much more easily. Don't use yesterday's technology to achieve those goals. use tomorrow's technology to achieve those goals. Yes, another way, another way I look at this is, you know, you look at, I mean, Glenn gave you an actually unbelievable tour of the internet in 30 seconds. I don't know how he did that without notes. I don't know how it is. Обмениваться ценностью со скоростью света? Проводить денежные транзакции за несколько секунд и почти бесплатно? Это же Ripple XRP. XRP это не ценная бумага, заявляет бывший председатель комиссии по торговле товарными фьючерсами. Это тоже хорошая новость, потому что SEC обычно за эти ценные бумаги цепляется так, как утопающий за соломинку. Многие спрашивают, а зачем Ripple токен XRP? Они толком не связаны и успехи компании никак не влияют на его курс. Бинго! Вот зачем XRP нужен Ripple и наоборот. Вас водят за нос, не подавайтесь панике и страху. XRP выигрывает по всем показателям, в том числе и по регулятивным. Давайте посмотрим это видео. Из-за глобал консенсус, from a regulatory point of view? So, regulators all over the world are very interested in this space. And in Ripple Labs, we've been educating regulators all over the world to help them understand what this really means and how these technologies can be used both by central banks as well as financial institutions all over the world. There are different countries where financial institutions have been using these technologies for their payment needs. So, for example, we are live with our customer in Fidor in Germany. They have, of course, worked with the regulators in Germany to make sure that they are using Ripple in a way where it is compliant with the regulations in Germany. In a similar manner, financial institutions in other parts of the world are working with their local regulators to ensure that they are following the right rules and regulations. So, do platforms like Ripple work in conjunction with the existing banking rails or in competition with them? So, if you think about a payment system, there are typically three components for a payment system. One is rules and standards that all financial institutions and participants agree to follow. The second is a risk management infrastructure to figure out how do you deal with reversals or how do you deal with a problem when there is a payment goes wrong or something like that. And the third is a settlement system. What distributed ledgers are are purely the settlement infrastructure. So, it is vitally important for systems or companies like Ripple to work with financial institutions who can bring the rules, standards, and a risk management infrastructure to use the distributed systems for their financial transactions. So, in that sense, they are absolutely compatible or complemented to what financial institutions are doing today. А теперь перед вами график традиционного рынка. Я хочу показать вам единственный паттерн, который вам стоит знать, если речь идёт о фондовом рынке. Он повторяется снова и снова и снова. Мы видим невероятный рост, на пике которого всех пессимистов называют идиотами. Далее идёт откат и снова рост, на пике которого опять всех медведей называют идиотами. Затем откат, после чего все, кто называл медведей идиотами, просят помощи у ФРС США. Запомните этот паттерн. После призыва о помощи к ФРС мы снова наблюдаем рост, на пике которого снова звучат возгласы о том, что медведи идиоты. Ничего не напоминает? Мы находимся в таком же паттерне прямо сейчас. Как думаете, что произойдёт дальше? Изучайте паттерн. Причина, почему я вам это показываю, заключается в том, что в этом году традиционные рынки самые волатильные в своей истории. Никто не знает, что случится дальше, но я могу спекулировать, основываясь на фундаменталах, логике и причинных связях. Мы можем ожидать вторую волну коллапса на традиционном рынке. Я уверен в этом из-за кризиса в здравоохранении, из-за того, что открытие экономики либо ставится на паузу, либо снова обращается вспять. Кажется, нам придётся ждать дольше, чем предполагалось, чтобы увидеть экономическое восстановление, до прежних уровней. Похоже, это ещё не конец. Кроме того, всё больше знаков мы видим о назревающем кризисе ликвидности, когда люди не могут снять деньги, когда есть ограничения на транзакции. Они остановили инъекции ликвидности в рынке репо. Нам нужно решение ликвидности. Я думаю, это выльется в катаклизм на традиционных рынках. Но также я считаю, что они делают это не просто так. Я думаю, они перестали вливать деньги в рынки репо, вливать ликвидность в рынки, потому что у них появилось что-то другое. Новый инструмент, который они могут использовать. И я даже догадываюсь, что это за инструмент такой. Кто нам предлагает решение ликвидности? ОДЛ, о котором мы говорили в начале видео. Этот график показывает население трудоспособного возраста от 15 до 64 лет в США. Посмотрите на тенденцию. Больше года этот график не растет, а падает. На данный момент на 0,25% меньше, чем год назад. 2020 год это худший год за последние 45 лет в этом плане. В 2015 тоже было плохо, но сейчас это выглядит еще хуже. Это еще одна причина, почему я ожидаю разворота на традиционном рынке. Это еще одна причина, почему падает ликвидность. И это еще одна причина, почему Ripple построил решение о ДЛ, ликвидности по требованию. Ripple был создан для решения подобного кризиса ликвидности. И этот финансовый сдвиг вот-вот случится. И когда это случится, пути назад больше не будет, а множество людей останутся позади. Никто не предупредил их, и никто из них не обращает внимания, кроме вас, тех, кто посмотрел это видео, и тех, кто смотрит мой канал. Я предупреждаю вас об этом уже третий год подряд. Есть еще одна вещь, которую я хочу показать вам в этом видео. Это твиттер новости платежей центральных банков. Они пишут, «После нашего дебютного выпуска в сентябре 2018 мы удостоились чести предоставить вклады более 50 центральных банков и глобальных организаций со всех шести континентов по таким темам, как цифровая валюта центрального банка, мгновенные платежи, финтех и многое другое». Посмотрите на диаграмму всех этих финансовых институтов, платежных систем и центральных банков. Банк Франции, Ганы, Канады, Дании, Нидерландов, Украины, Германии, Австралии, Аргентины, Мексики, ЕЦБ, ФРС США. Здесь мы видим и платежные системы, Payments Canada, Visa, Pay UK. И среди них мы видим Ripple, не Bitcoin, не Ethereum, не Chainlink, Ripple. Среди всех этих глобальных конгломератов, огромных финансовых институтов и банковских гигантов мы видим Ripple. Если вы держите Ripple XRP, вы являетесь частью компании, которая сотрудничает с людьми, контролирующими сотни триллионов долларов по всей планете. Теперь Ripple стоит в одном списке с этими людьми и компаниями. Они бы ни за что не позволили бы себе включить в свой список компанию, которая оказалась бы просто мусором. Это еще одно подтверждение. Все, кто сомневается в Ripple, что теперь они скажут? Вы можете сомневаться в Ripple сколько угодно, вы можете задавать сколько угодно вопросов о нем, но правильным ответом будет всегда следующее. Это и есть конечной целью их запланированной игры. Меня зовут Богатейший Ди, ставьте лайки, если это видео вам понравилось и было полезным. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатеете. Увидимся в новом видео, скорее всего, завтра. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!